Здравствуйте! В эфире телеканал БТБ. Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в национальном интересе мы будем говорить о взаимоотношениях Украины со своей временно оккупированной территорией полуострова Крым. Беседовать будем с нашим гостем в студии юрист Андрей Даманский. Андрей, здравствуйте! Доброе утро! Ну, понимаем, что достаточно напряженные отношения сейчас между Крымом и материковой Украиной, несмотря на то, что, по сути, это единое государство, несмотря на то, что де юре Крым остается полностью украинским, де-факто там происходят абсолютно неприемлемые отчасти для Украины как государства вещи, но, тем не менее, некоторые попытки урегулировать как-то ситуацию, повлиять на нее или, возможно, даже создать предпосылки для дальнейшего развития в пользу возвращения из-под статуса оккупированной территории. Мы наблюдаем. Свободная экономическая зона для Крыма. Что это? Это некий переходной мостик. Это попытка, с одной стороны, уравновесить чьи-то интересы и, с другой стороны, чьи-то интересы притеснить на полуострове. Ну, я могу сказать о том, что в действительности это, вы правильно сказали, что это попытка. И мы можем говорить о том, что первый шаг, и он очень крупный шаг в отношении вообще Крыма. Мы хоть опять вернулись к проблеме Крыма, потому что очень долгое затишье в связи с проблемами, которые у нас на Востоке, в частности, Донбасс и Луганск. Мы забыли о Крыме полностью. Мы забыли о том, что это территория, которая сейчас временно оккупирована, которую нужно возвращать назад. Мы только популистки говорим, говорит и премьер-министр, говорит и президент, но никаких шагов мы не делали. И вот сейчас, наконец-то, вышел этот закон, и давайте уже посмотрим, что же этот закон с собой несет. Положительные, отрицательные. С какой стороны посмотреть? Как для субъекта, находящегося в Крыму, есть много отрицательных моментов, поскольку фактически мы все видим, что сейчас творится в Херсоне. Товары, которые раньше поступали с территории Крыма, в частности, продовольство, задержалось. То есть субъекты предпринимательской деятельности, которые работали с Крымом, вынуждены в силу этого закона сейчас регистрироваться на таможне, оформлять свой груз как внешнеэкономическую деятельность, отправлять его туда. И, соответственно, вопрос стоит выручки. Как же будет идти эта выручка и что она будет значить для субъекта? Согласно этого закона, взаимоотношения с Крымом являются офшорными. То есть те же самые отношения, которые вы являете с офшорными компаниями, тоже самое для Крыма. То есть только 85% сумм, которые вы отправляли на данную территорию, вы можете отнести к своим затратам. То есть если у вас были какие-то инвестиции в Крым, то вы 15% теряете на ровном месте. То есть если только не получаете справку о том, что данные легализированы и не относятся к офшоризированной компании. То есть это некоторая должна быть принадлежность к украинской экономике? Да, абсолютно. Это те предприятия, которые фактически перерегистрировались на материковую часть. Они могут относиться к... и можно эти затраты относить. Это, конечно, уже связано с большинством тех проблем, которые существуют на сегодняшний день. Это ГНАО, то есть наша вискальная служба, которая налоговые давали соответствующие разъяснения, поскольку относить или не относить те налоговые соответствующие накладные, которые выдавались из Крыма, относительно их затратной части. То есть, скажем, точка уже поставлена. Если на материковой части было зарегистрировано, то соответственно относим. Если нет, то только 85% мы можем относить. И только при определенных условиях. Основное, как я уже отмечал раньше, основная проблема, это, конечно, для тех, которые возили товар в Крым. Почему? Потому что они сейчас вынуждены становиться как субъектами внешней экономической деятельности, регистрации, оформления. То есть это дополнительно, опять же, и затраты, и временные факторы. Насколько эта процедура сложна? Не вызовет ли она вот некого негатива? Уже негатив она вызвала, поскольку об этом людям не сказали. И мы видим по тем очередям, по тем репортажам, которые идут с Херсона, о том, что не было разъяснительной работы до вступления данного закона в силу. То есть во всем нормальных странах, прежде чем закон вступает в силу, о нем говорят, дают сроки для того, чтобы была возможность как-нибудь предпособиться, зарегистрироваться благовременно, для того, чтобы не было этих очередей и не терпели убытки те же самые предприниматели, которые и так терпят убытки в связи с ситуацией в Украине. И, скажем так, мы видим те же самые молочные продукции, которые стояли в фурах, и никакой преференции им не было. Если сейчас посмотреть, кто будет компенсировать данные убытки, я не исключаю о том, что будут обращаться в суды, связанные с данным вопросом. И как они будут решаться, это еще тоже вопрос. Что касается самого Крыма, субъектов, которые есть, они у нас сейчас признаемся мы как субъект-нерезидент. То есть фактически мы узаконили, что находящиеся там люди, находящиеся субъекты предпринимательской деятельности, в частности, они являются нерезидентами для субъектов Украины. И здесь же вопрос связан, кто какие налоги платит. Поскольку фактически на свободной коммерческой зоне Крым освобождена эта плата, соответствующая всех налогов, в том числе пенсионного сбора. И заключается вопрос, который задавал очень много. Те все-таки граждане Украины, которые остались в Крыму, которые не приняли российское гражданство, которые отказались от него, как им будут выплачивать пенсионные и социальные выплаты. Не регулируем этот вопрос. На сегодняшний день этот вопрос также, он... Он актуальный, мы его, к сожалению, пытаемся регулировать. У нас должны создаваться соответствующие структуры, точно так же, как должна создаваться структура для управления свободной коммерческой зоной Крым. Пока она подконтрольна Кабинетом Министров, пока, к сожалению, ни персонального склада, ничего мы не можем с вами обсуждать. Это просто на будущее. Но я надеялся, что все-таки вступлением к закону как-то подготовится и все одновременно вступит. Ну, есть определенные принципы. И в сегодняшней ситуации Украины не должна делать ошибок. И не должна делать поспешных или временных соответствующих проступков, которые могут негативно в дальнейшем воздействовать на нее. А можно ли это объяснить неким фактором неожиданности, чтобы, возможно, кто-то не успел предпринять контрмеры? Ну, я не... Понимаете, мне очень сложно. Я это отношу к единственному. У нас начались предвыборные гонки. Мы сейчас пытаемся что-то либо показать, что у нас что-то происходит, что делается. Не забывайте о том, что вопрос же, как будет голосовать крымчане, опять же, те же самые крымчане, которые не приняли российское гражданство, и которые фактически хотят в воле заявления свое заявить. И как будет представлено, соответственно, в парламенте Украины Крым, кем он будет представлен. То есть это будет представитель Меджилиса, который обязан быть представлен в парламенте. Это должны быть соответствующие депутаты, потому что у нас есть и мажоритарная система выборов. То есть есть округа, которые просто не будут включены. Как мы говорим, мы их не включаем на сегодняшний день, поскольку выборы провести на данной территории невозможно. И не будут ли себя считать данные граждане, соответственно, каким-либо способом, можно сказать, обворованными и возможности реализовать свои права. Поскольку фактически они все равно остаются гражданами Украины. И для Украины есть обязательства перед этими гражданами. Ну вот некое взаимодействие тех людей, которые остались на территории оккупированного Крыма сегодня, которые сохранили украинские паспорта, которых обещают представители Российской Федерации оттуда депортировать согласно российскому законодательству. Как на сегодняшний день они взаимодействуют со страной? Можно ли понимать, что это те люди, которые сосредоточены на границе с Херсонской областью? Они не совсем сосредоточены. Насколько у меня есть информация, они находятся и по своим местожительствам. Сейчас их очень сильно идет прессинг со стороны соответствующих служб, в частности ФСБ, полиции. Которые не только их, но также и окружающие. То есть они попадают в соответствующую неблагоприятную среду, которая психологически также надавливает. Мы же видим о том, что основной проблемой, из-за чего оставались люди, это из-за имущества. Боязнь бросить имущество. Точно такая же проблема, которая и на Востоке. Почему люди переезжают, не взирая, что война, они боятся бросить то, что нажито. Если человек с поколениями наживали, они боятся оставить, потому что знают о том, что будет разгроблено. И, к сожалению, ничем государство не может это компенсировать. Потому что статус беженца мы не даем тем, которые переезжают. Мы же фактически не признаем, что у нас идет военное действие. Внутренне перемещенные лица. Да, они у нас не подпадают под определенные социальные гарантии. И благо, существуют определенные соответствующие организации, которые благотворительные, общественные организации, которые занимаются этими проблемами, тоже с этим трудоустройством, нахождением жилья. Точно так же, как и для жителей Крыма, точно так же и для восточных регионов. Но в случае с внутренне перемещенными лицами из восточных областей, можно себе предполагать, что если человек сохранил документы, если его жилище пострадало во время, по сути, боевых действий, то в перспективе, опять-таки, можно хотя бы предполагать. Вы говорите правильно, говорить в перспективе и предполагать. В перспективе и предполагать. Они, которые сейчас, скажем так, в 99% случаев ничего не выплачивают. Потому что, во-первых, очень сложно определить, как они пострадали. Но все-таки мы давайте тему Востока Украины немножко уйдем, потому что мы ушли от нашей основной темы, от темы Крыма. Я просто хотел на параллели с Востоком спросить о Крыме, потому что понимаем, что если там сейчас, на оккупированной территории, де-факто действует законодательство Российской Федерации, то люди, которые имеют, например, те же бумаги на подтверждение прав собственности украинского образца, в России их могут просто не признавать и сказать. Их не вспоминают. Кто не перерегистрировался в реестр Российской Федерации, не получил российский паспорт, ну, паспорт можно не получать. Они могут, как субъекты иностранные, точно так же зарегистрировать за собой право собственности. При этом единственная проблема для них — это налоги, которые они вынуждены будут платить в связи с этой регистрацией. И мы видим, что сейчас большинство предприятий, которые в Крыму перерегистрировались в российские реестры, они столкнулись с другой проблемой, проблемой рейдерства. И славно известны те факты, которые были по крупным предприятиям, которые мы знаем, в частности, это предприятия, относящиеся к промышленной группе Константина Живаго, который был захвачен. Мы видим о том, что другие предприятия, это предприятия сельскохозяйственного значения, которые захвачены, которых просто, ну, скажем, проходит такой процесс национализации, на самом деле это процесс прихватизации. То есть фактически их захватили рейдерским путем, поставление туда зеленых человечков, наставление туда, соответственно, из Симферополя, а мы понимаем, что из Симферополя направляется из Москвы, людей, которые, соответственно, начинают торопливать этими предприятиями. И мы столкнулись с тем, что на сегодняшний день уже имеет захват и частной собственности. То есть это те же самые мини-отели, дома, которые фактически некоторые люди понимают о том, что приезжают непонятные лица, регистрируют на себя и начинают доказывать о том, что это их имущество. И здесь, конечно же, проблема, глобальная проблема, потому что здесь они не могут обратиться в полицию, которая находится в Крыму. В большинстве случаев их просто посылают куда подальше, в частности на территорию Украины. А в некоторых случаях, ну, их права нещищены, и в суды также не могут обратиться, потому что суды сейчас в Крыму выносит решение именем Российской Федерации. Что же делать с этим людям? Есть ли у них, в принципе, какая-то перспектива, или, может быть, разумные шаги, которые сейчас стоит предпринимать, либо не предпринимать, чтобы когда ситуация изменится? Ну, разумные шаги это фиксировать, все равно обращаться за защитой своих прав. Мы видим о том, что есть Европейский суд по правам человека, и именно обращаться туда, ответчиком ставить Российскую Федерацию, которая незаконно захватила территорию Крыма и ущемляет права человека, в том числе и на проживание имущества. И здесь я не исключаю, что просто будет завален соответственно суд со своими исками. Обращаться в общественные организации, которые существуют, и в некоторых случаях не забывать о том, что превыше всего это жизнь человека. Если они же понимают о том, что угроза жизни есть, я бы все-таки рекомендовал людям перемещаться на территорию материковой части Украины, где есть гарантия сохранности жизни для человека. Ну, а те документы, которые, например, остались, документы украинского образца, на территории Крыма, которые действовались, их нужно сохранить? Обязательно нужно сохранить, потому что в дальнейшем, все-таки надеясь о том, что политическая ситуация будет наращиваться, мы знаем о том, что международные политические основы, они длительный период разбирают те или иные вопросы, но я все-таки с твердым убеждением о том, что в свое время восстановится справедливость, и территория Крыма будет возвращена полностью под контроль территории Украины, и, соответственно, в дальнейшем мы можем будет восстановить все нарушения прав, которые были с этим связаны. Что до установления свободной экономической зоны в Крыму для самих крымчан, для тех людей, которые там живут с украинскими паспортами, или с российскими лицами? Ну, для самих крымчан. Если вы проживаете на территории Крыма, и вам платят зарплату из Киева, то, соответственно, налоги вы будете платить здесь по местонахождению данного предприятия, которое было. Если что касается, вы находитесь там, то вы освобождаетесь из уплаты налогов, поскольку на территории Крыма практически Украина не может осуществить полностью весь финансовый контроль за уплатой и своевременностью оплаты налоговых обязательств. А физически о самих выплатах стоит ли говорить в Крыму сейчас? Ну, физически сами выплаты, как мы знаем, они происходят на тех предприятиях, которые уже зарегистрировались на территории Крыма, как субъекты, можно сказать, крымского, российского законодательства. Оплата там происходит в рублях. Свободные законы данные позволяют производить оплату в любых валютах, в том числе в первой и второй категории. Что касается самих граждан, то хотел бы отметить просто маленький нюанс. Для тех лиц, которые собираются по каким-либо причинам получать недвижимость в Крыму, о том, что данный закон, поскольку устанавливает соответствующие изменения и необходимо фиксировать имущество, то есть для граждан Украины, которые находятся в Крыму и проживают там в Крыму, либо на материковой части Украины, если у вас есть имущество, в частности жилье на территории Крыма, это дома, квартиры, вы обязаны будете подавать в налоговую информацию об этом имуществе. И не забывайте. В налоговую украинскую? В налоговую украинскую, потому что вы остаетесь субъектом украинского законодательства. И, в первую очередь, для тех лиц, не решен данным в законе, ни где не нашел вопрос, это связано с тем, что все-таки, когда вы собираетесь на сегодняшний день приобрести имущество в Крыму, нужно ли получать индивидуальную лицензию Национального банка? Поскольку, фактически, я определяю свободную экономическую зону, мы определяем как соответствующее пересечение, как нерезиденты, и все отношения с нерезидентами, в частности, и на территории Крыма, нужно ли получать данную лицензию? Я думаю, что Национальный банк в ближайшее время должен дать по этому поводу разъяснение. К вопросу о приобретении какой-либо недвижимости, наверное, стоит еще привлечь вопрос нотариата. Да, нотариата, все-таки, реестры, они не действуют, но мы не забываем о том, что есть на сегодняшний день так называемые наследственные дела, которые все-таки, мы не можем от этого уйти. И мы знаем о том, что сейчас в Крыму действует нотариат Российской Палаты, и они приносят соответствующие, выносят все, заключают договора в соответствии с действующими российскими законодательствами. И здесь возникает очень много проблем, особенно для граждан Украины, у которых были родственники, которые практически скончались, и как сейчас быть с вступлением в наследство. И зачастую они не могут в силу определенных обстоятельств вступить в это наследство в связи с тем, что есть ограничения и пересечения, боятся ехать в Крым, есть и проблемы там связанные непосредственно, потому что приехать, ну, скажем, в небоприятную среду для каждого гражданина, это является определенным риском. И здесь, особенно если мы знаем о том, что у нас есть узники, которые были на территории Крыма, задержаны, сейчас держатся... Люди персоны нон-грата, да, невъездные, люди, которые оттуда выехали по каким-то политическим мотивам, да, они просто не могут туда вернуться. И в том числе мы понимаем о том, что к этому в первую очередь относятся гражданские активисты, которые участвовали в Майданах и выступали категорическими выступлениями против Российской Федерации и нынешнего урока восточного Крыма. Что же, стоит ожидать, что вот для лиц, которые сейчас не могут оформить какие-то имущественные права и в связи с тем, что не могут физически появиться на территории Крыма, в связи с тем, что не гармонизировано законодательство в сфере нотариальной деятельности, эти люди могут просто лишиться своему имущества на родном месте? Они могут лишиться на данный момент имущества, но в дальнейшем, я думаю, что через судебные органы, через решение судов можно будет восстановить свои права. Если говорить о том, что, например, если была какая-то недвижимость в частной собственности, частный небольшой домик, человек уехал из-за гонений, возможно, он вернется туда через какое-то время, когда ситуация нормализуется, и увидит просто на этом месте что-нибудь другое. Все зависит от того, сохранили ли вы все документы и как оно было приобретено. То есть, если у вас есть документы, подтверждающие право собственности, то никто не может его вас лишить. Конституция Украины, а также любые международные пакты, они гарантируют право собственности как основные права человека. Поэтому здесь нарушение данной нормы является прямым основанием обращаться за защитой своих прав суды, в том числе и в Европейский суд по правам человека, для защиты своих прав и интересов. Что касается возможности продать, избавиться, например, от некой собственности в Крыму сейчас для тех людей, которые понимают, что они больше не могут пребывать в этой обстановке. Ситуация сложная, оккупированная территория, на нас давят. Хорошо, решили, собрали вещи, уехали на материковую войну. Сказать о том, что сделки проходят в Крыму, но они проходят, как я вам уже говорил, по российскому законодательству, используются нотариат российской палаты. Вопрос, люди вынуждены продавать, то есть и переезжать в связи, как я уже назвал ранее, обстоятельств, которые они вынуждают это все делать. И, конечно, они продают по бросовым ценам, не тем ценам, за которые они приобретали. Называется из принципа хоть что-нибудь дозабрать. На сегодняшний день, да? Просто хоть что-нибудь, чтобы сохранить. Ну, в вопросах недвижимости, понятно, да? Достаточно сохранить в определенные правоустанавливающие документы. которые потом дают возможность, ну, опять же, в необязанимом будущем, в перспективе это все вернуть. Но как оно будет? К сожалению, здесь должны все-таки ставить последнюю точку политики. И я не вижу тех исков, которые говорили по поводу к Российской Федерации, по тем убыткам, которые нанесены в Украине в связи с аннексией Крыма. Я не вижу тех действий, которые направлены на возврат Крыма. Я понимаю, что происходит АТО, но в то же время прошел уже длительный период в марта месяце с момента аннексии Крыма. И здесь, конечно же, в первую очередь стоит не потеряем ли мы время. То есть мы все хорошо понимаем о том, что время в данном случае может играть уже и против нас. Вы как юрист, скажите, пожалуйста, каким может быть процесс возвращения Крыма? Много говорится о том, что с одной стороны надо было бы провести силовую операцию. Часто этим аргументом пользуются люди, которые пытаются там заявить о себе каким-то образом. Существует другая точка зрения, что необходимо создать определенные условия, когда крымчане поймут, что с Украиной было лучше. Или же говорят, опять-таки, ничего не делать, потому что Российская Федерация сама настолько закрутит гайки крымчанам, что они поймут, что, наверное, где-то их обманут. Вы знаете, это симбиоз второго и третьего, потому что крымчане уже понимают, что их очень обманули. Они уже понимают ту ситуацию, которая происходит, это, видимо, и с военнослужащими, которые приняли, изменили присяги Украины, переехали сейчас не только на Дальний Восток, но и во все разбросаны. И какое к ним отношение, в самих же армии, им было обещано одно, а получилось по факту совсем другое. Мы видим это в тех лицах, которые сейчас уезжают, покидают Крым и перебираются на материковую часть, которые в свое время поддерживали и выступали за то, даже не скрывая то, что они голосовали на референдуме за то, чтобы Крым был присоединен к Российской Федерации. Однако сейчас у них приходит осмысленнее того, что произошло. Те, скажем, обманные ситуации, которые происходили, о том, что фактически им обещали, компенсации им обещали возросли, им не сказали одного, что вместе с Россией приходят и российские цены. А компенсировать они настолько могут, чтобы это все могло так же жить, как и ранее жило. И кроме того, закончился, на сегодняшний день можем говорить по поводу, уже подходит к концу полностью курортный сезон, и на сегодняшний день уже крымчане не подсчитали те убытки, которые нанесены были за этот период. В некоторых сейчас проскакивает определенная нотка надежды на будущие периоды, но я не думаю, что это существенно изменит. Поскольку вам в разы меньше людей, которые были за прошлые периоды и которые были сейчас. Кроме того, ситуация сама экономически очень изменилась. Что касается дополнительного возврата, в каких же все-таки формах, я думаю, что в первую очередь это необходимо Украине не забывать о том, что у них все-таки есть проблема Крыма, и не только в период предвыборных кампаний, а и постоянно. То есть это должны быть соответствующие органы. Мы должны вплотную работать с теми общественными организациями, которые находятся и на территории Крыма. Мы знаем о том, что Меджилис крымско-татарского народа, он не признает аннексию Крыма, он всяческим образом старается вернуть Крымский полуостров в состав законности Украины. Однако мы видим, что сейчас происходит с его представителями, и гонения, и опять же, какие могут быть притеснения. Это дает возможность обращаться международные организации, международные трибуналы с вопросом о защите прав национальных меньшинств, частных коренного населения Крымско-татарского полуострова. И здесь, вот именно, если будет симбиоз всех этих взаимоотношений, и друг друга будут слушать правительство Украины, правительство Меджилиса, то есть общественные организации, сами крымчане, то я думаю, что возможность вернуть Крыма очень в ближайшие перспективы у нас появится. Но стоит ли понимать, что возможность вернуть Крым, это значит увидеть в Крыму очередной референдум, в котором крымчане проголосуют за присоединение к Украине? Не исключено. Но вы забываете одну момент, о том, что Российская Федерация, законодательство Российской Федерации не имеет возможности выхода субъектов Российской Федерации из состава Российской Федерации. Таким образом, войти можно, но назад уже нельзя. Равно как такая же ситуация была и с Украиной, потому что мы понимаем, что референдум общекрымский не был предусмотрен украинским законодательством. Нарушены все условия, были все, это есть определенные аргументы для защиты наших в международных судах, но мы должны понимать, о том, что если не будет на местах народ хотеть вернуться в Украину, ничего не будет. Поскольку мы можем сколько угодно обращаться во все международные организации, но если провести там соответственные референдумы, то мы видим, что может произойти. Но, скажем так, Российская Федерация не дремлет, и на сегодняшний день передислоцированы на территорию Крыма большая часть военнослужащих. То есть увеличены в разы военные присутствия там. Соответственно, переселяются, направляются туда люди, которые уже с материковой части России для ассимиляции, можно так, и развития раздувательства. Тем самым, а сами крымчане, как мы видим, перебрасываются в другие регионы Российской Федерации. То есть происходит замена населения, тем самым Российская Федерация у нее, ну скажем, такому шагу, я не исключаю, что была подготовка очень длительная, и не исключено, что это все направлено, было целенаправлено для захвата территории. То же самое, что и пытались сделать по Юго-Востоку, однако, к счастью, этого не произошло. Имеем конфликт, который мы сейчас имеем на Донбассе, и я надеюсь, что в ближайшее время все-таки оно будет урегулировано, и мы не будем так идти спокойно относиться к тем действиям, которые происходят в Российской Федерации, напокон как бы с Крымом. Вот в свете данной ситуации, когда мы понимаем, что очень хорошо продуманная стратегия, да, ввоз на территорию Крыма граждан Российской Федерации, которые уж точно не будут хотеть присоединения к Украине, и возможно, даже если будет возможно определенный референдум, его результаты будут уже в принципе предопределены, стоит ли Украине в этом свете взаимодействовать с Крымом, так как она взаимодействует сейчас, потому что мы знаем, что водная артерия основная в Крым идет из Украины, электроэнергия, ну по сути там часть газа, ну вот, свободная экономическая зона. Украина не может просто перекрыть воду, Украина не может просто отключить электричество, там находятся граждане Украины. Если мы это сделаем, то первое, кто будет на нас кричать, это Российская Федерация, о том, что мы ущемляем права своих же граждан и геноцид против своих же граждан, как мы можем разделить граждан Украины, которые вынуждены были поменять определенное мировоззрение, но сердцем остаются с Украиной, от тех, которые туда, скажем, приезжие резиденты, которые туда уже стали фактически жителями данного полуострова. То есть Украина, я считаю, что здесь поступает в первую очередь в соответствии с международными правовыми нормами. И если мы это бы совершили, то у Российской Федерации были бы все основания обращаться на нас, соответствующие международные суды, и признать нас как страну-агрессора. Грамотные действия наверняка в будущем и в перспективе, это, наверное, два ключевых слова сегодняшней нашей встречи, помогут решить вопрос, во-первых, мирным методом, во-вторых, с наименьшими потерями, опять-таки, для всех заинтересованных сторон. В поисках компромисса продолжаем оставаться. Я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у БТБ. В национальном интересе мы сегодня беседовали о временных отношениях временно оккупированного Крыма с Украиной. Беседовали сегодня в студии с нашим гостем. В студии был юрист Андрей Даманский. Меня же зовут Николай Матвеев. Мы увидимся с вами на БТБ. Будьте с нами.